Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Сотрудники госавтоинспекции в Кирове начали уделять более пристальное внимание соблюдению правил перевозки детей в автомобилях До конца июля в нашем городе будет проводиться профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир» Оно направлено на снижение количества ДТП, в которых травмы получают несовершеннолетние пассажиры Таких пострадавших за первую половину 2022 года было 25 ГИБДД напоминает, штраф для водителя за неправильную перевозку ребенка составляет 3000 рублей Трасса 101 Россияне стали охотнее брать автокредиты За первый летний месяц этого года банки выдали таких займов в среднем почти на треть больше, чем в мае Самая распространенная сумма автокредита от 1 до 3 миллионов рублей Наибольшей популярностью соответствующий банковский продукт пользуется в столицах, а также в Татарстане и Башкортостане По словам специалистов, основным фактором, повышающим спрос на автокредиты, является снижение Центробанком ключевой ставки Сейчас она составляет 9,5% годовых Трасса 101 Автоваз возобновил производство Lada Largus Такое решение было принято после того, как на складе предприятия нашлись дефицитные запчасти Правда, хватит их для выпуска только 1800 машин Подчеркивается, что это будут автомобили без всяких упрощений и недостающих в сравнении с Largus образца 2021 года функций В отличие от Vlade Grand и Niva Legend, которые лишились АБС, подушек безопасности, кнопки экстренного вызова Aero Glonass Плюс двигатель класса Евро-2, а не Евро-5 Сейчас добавлю, заводские цены на Largus начинаются от 1 миллиона 236 тысяч рублей Трасса 101 Россия оказалась в середине списка из 30 европейских государств по уровню доступности автомобильного горючего По данным РИА Новости, среднестатистический житель нашей страны может купить на свою зарплату 1057 литров 95-го бензина При его средней стоимости 51 с лишним рубль за литр Первую строчку с показателем немногим более 2000 литров занял Люксембург Там 95-й обойдется в 120 рублей за литр На последних местах разместились Болгария и Румыния Порядка 400 литров при средней стоимости упомянутого топлива 111 рублей Самый дорогой 95-й в Финляндии 155 рублей за литр Трасса 101 Китайцы им поставили очередной рекорд с дешевизны электрокаров Компания Dongfeng выпустила компактный электрический хэтчбэк NanoBox, который стоит в среднем в переводе на рублей 570 тысяч Машина, основой для которой стал Renault Kvit, оснащена электромотором мощностью 45 лошадиных сил Запас хода более 300 километров Аккумуляторную батарею можно полностью зарядить от обычной розетки за 4 часа Процесс быстрой зарядки занимает всего 30 минут На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok